Продолжаем знакомиться с правилами дорожного движения. Итак, пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. В темное время суток, когда темно и в условиях недостаточной видимости, то есть когда плохо видно, независимо от освещения дороги, а также в тоннелях, на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы. На всех механических транспортных средствах и мопедах фары дальнего или ближнего света. На велосипедах фары или фонари, на гужевых повозках фонари при их наличии. На прицепах и буксируемых механических транспортных средствах габаритные огни. То есть, а на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах габаритные огни. Дальний свет должен быть переключен на ближний в населенных пунктах, если дорога освещена, при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 метров до транспортного средства. А также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого. То есть за 150 метров от встречного транспортного средства лучше переключить дальний свет на ближний. В любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей, как встречных, так и попутных транспортных средств. То есть желательно, конечно, не слепить водителей своим мощным дальним светом. Если у вас дальний свет настолько мощный, что он слепит только встречных, но и попутные транспортные средства слепит, ну тогда вам надо поубавить, конечно, яркость дальнего света. При ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. То есть, если вас ослепили, желательно включите сразу световую аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться. Потому что если вы будете еще маневры ослепленным совершать, то может случиться, скажем так, очень неплохая ситуация. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. То есть, лучше пусть у вас горят габаритные огни на вашем транспортном средстве, если темно. Но в условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фары. Вот. И, конечно, если у вас есть недостаточная видимость, то дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света и еще лучше, если еще и противотуманные фары и задние противотуманные фары. То есть, обязательно запаситесь противотуманными фарами. Ой, или фонари. Продолжим. Противотуманные фары могут использоваться в условиях недостаточной видимости, как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар. В темное время суток, в темное притемное время суток. На неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар. И противотуманные фары почему-то могут использоваться и вместо ближнего света фар, в условиях предусмотренных определенным пунктом правил. Обязательно сходите в магазин и купите противотуманные фары. Наверное это не повредит. Особенно когда туманы.